Тупая корова достала со своей принципиальностью. 20-летний Максим, студент психологического факультета, со злостью пнул дверцу шкафа в своей комнате. В это время появился его старший брат Алексей, который недавно вернулся из заграничной поездки. Впрочем, это было сложно назвать просто поездкой. Молодой человек после окончания вуза уехал по контракту работать переводчиком на военную базу. Погоны он носил чисто символически, ведь в его функции не входило ношение оружия и участие в боевых действиях, кроме учебной тревоги. Однако Алексей гордился тем, что научился приемам рукопашного боя и мог постоять за себя. «Я не просто ботаник, я и по тыквину стучать могу», посмеивался мужчина среди знакомых, когда его пригласили отметить возвращение в местном спортивном баре. «Что дальше, чем займешься?» спрашивали его знакомые. «Пока не знаю. Отец попросил за Максом присмотреть, чтобы он глупостей не натворил. Учебу совсем запустил. Все время жалуется, что его заваливает какая-то преподша. Тип очень принципиальный, не любит бездельников. А Максу так и надо. От рук он отбиваться начал. Только и делает, что сидит за компьютером и в стрелялке играет, как будто ему десять лет. Ни разу не видел, чтобы он писал конспекты или что-то читал. «Так пойди и построй эту преподшу. Она точно не устоит перед твоим обаянием», хихикали приятели. «Да много чести тратить свое обаяние на какую-то пресную бабенку», пренебрежительно ответил Алексей. «Хотя кто его знает. Если ломаться начнет, может и попробовать». Вечером, придя домой, Алексей зашел в комнату младшего брата. Тот, нацепив наушники, с мрачным видом слушал музыку. Увидев старшего брата, парень кивнул и продолжил слушать, отбивая такт ладошкой по стенке. «Как дела?» поинтересовался Алексей. «Включаю творческую модель совладающего поведения», засмеялся Максим. «Чего? Какого поведения?» не понял брат. «Это я типа от стресса так избавляюсь. Музыку слушаю», объяснил Максим. «А с чего это у тебя стресс? Учеба не ладится или с девушкой поссорился?» «Да не ссорился я ни с кем. Это все зарецкое достало, со своими придирками. Я уж раз пять относил ей к курсовую. Она ни в какую принимать не хочет. Говорит, объяснишь мне, откуда взял именно эти цифры? Тогда допущу к защите». «А мне откуда знать? Я ее вообще купил в интернете. А ей какая разница? Нет бы просто тупо допустить к защите и гуляй, Вася. А это дура!» Злился Максим. «А кроме курсовой есть еще проблемы с учебой?» – поинтересовался старший брат. «Ну, у меня парочка хвостов. Тоже у Зарецкой», – хмыкнул Макс. «Почему до сих пор не сдал?» «Потому что не принимает. Вечно найдет какой-нибудь заковыристый вопрос, на который я не могу ответить. И отправляет обратно. Хожу к ней, как дурак, уже две недели. Надо мной в деканате уже ржут. Предлагают абонемент на пересдачу оформить. Козлы, блин!» Алексей призадумался. Отец накануне выразился достаточно ясно. «Помоги Максу решить вопрос с задолженностями. Сейчас в вузах можно купить любого препода, так что ты знаешь, что можно сделать. Надо будет прыгать через голову. Но у Макса не должно быть хвостов. Я хочу, чтобы он подал на конкурс. А там одно из условий – хорошая успеваемость и отсутствие задолженностей». «Подумай, как это можно устроить. Не подведи меня, сынок!» Алексей решил с утра пораньше пойти в университет к Максу и выяснить, как на самом деле обстоят дела у младшего брата с учебой. Когда он появился, вахтер сразу подошла к нему и строго спросила. «Молодой человек, а вы к кому?» «Мне нужно на кафедру социальной психологии, к Зарецкой», ответил небрежно Максим. «У вас назначено?» «Нет, я недавно приехал и хотел узнать, что с учебой у братишки. Готов взяться за его воспитание», улыбнулся Алексей. И его улыбка подействовала на женщину. Она приветливо показала в сторону центральной лестницы. «Поднимайтесь на третий этаж и направо от лестницы. Там вторая дверь из светлого дерева. Удачи!» Поблагодарив вахтера, Алексей стал подниматься наверх, на ходу разглядывая молоденьких длинноногих студенток. Некоторые из них были очень даже ничего, и мужчина успел даже обменяться игривыми подмигиваниями с парой девушек. Наконец он стоял перед открытой дверью, за которой находилось несколько студентов и преподавателей. «Здравствуйте, мне нужна Зарецкая. Где мне ее найти?» «Зарецкая?» – переспросила женщина в возрасте. «Зачем она вам?» «Да у братишки проблемы. С курсовой или с чем-то еще. Хотел обсудить с ней условия пересдачи». «Желаю удачи. Зарецкая ни с кем такие условия не обсуждает. Ей или сдают, или вылетают», – хмыкнула одна из студенток. Алексей с интересом уставился на нее и слегка судил глаза. «А почему?» «Потому что она очень требовательная, но справедливая. Если кто-то накосячит, мало не покажется. Ее даже декан боится», – подмигнула ему студентка. «Допустим, это я могу выяснить при личной встрече. А где она сама?» «На ученом совете факультета. Там скоро начнется обсуждение чьей-то диссертации. Зарецкая освободится через пару часов, не раньше. Там всех так пропесочат, легче сдохнуть, чем пройти обсуждение», – заметила женщина, которая ответила ему первой. «Простите, а вы кем здесь будете? Меня зовут Алексей», – представился мужчина. «Я лаборант кафедры Лариса Степановна», – ответила женщина. «Лариса Степановна, можно я вам оставлю свой номер телефона? Позвоните мне, когда Зарецкая придет. Мне очень нужно с ней поговорить», – попросил ее Алексей. Получив ее согласие, Алексей спустился вниз и решил пройтись по университету. «Никогда бы не подумал, что Макс захочет пойти на психологию», – говорил про себя Алексей. «Интересная эта особа Зарецкая». Он обратил внимание на то, что про преподавательницу говорят очень уважительно, подчеркивая ее занятость и нужность. А почему ее декан боится?» Алексей подумал, что он даже не спросил у брата, сколько лет этой загадочной грозе факультета. Если молодая и незамужняя, имела бы смысл подкатить к ней и поговорить по душам. Алексей достаточно хорошо разбирался в людях и знал, как и с кем можно говорить. А тут, получается, он вступает в неизвестную территорию и вступает в бой с неизвестным врагом. Через два с половиной часа, когда Алексей уже успел пообедать и выйти из кафе, ему позвонили с незнакомого номера. Это была Лариса Степановна. «Алексей, она только что пришла, пока свободна. Можете подойти». Мужчина сразу же рванул наверх и буквально ворвался на кафедру. Спиной к нему стояла стройная молодая женщина в темно-сером брючном костюме и что-то писала в журнале. Ларисы Степановны рядом не было и Алексей решил идти ва-банк. «Здравствуйте, я ищу Зарецкую. Это вы?» Она обернулась и… Алексей почувствовал, как у него пересохло в горле. Это была его одноклассница Лана Соколова, в которую он был влюблен в школе. Прошло десять лет, как он уехал. Отец, узнав из какой семьи первая любовь сына, категорически запретил ему встречаться с ней. «Она всего лишь дочь какой-то несчастной разведенной медсестры. Если ты женишься на ней, мы станем посмешищем для наших знакомых. Хочешь получить нормальное образование и работу? Прекрати бегать за ней и уезжай в Штаты. Нет? Тогда ничего от меня не получишь. И ни о каком наследстве не мечтай. Тебе выбирать». Алексей сделал выбор. Он уехал сразу после выпускного, не объяснившись с Ланой. Хотя буквально за неделю до этого клялся ей в любви и звал поехать на учебу с ним. Девушка только усмехнулась. «Леша, у моей матери нет возможностей твоих родителей. Она медсестра, так что учиться я буду здесь, если поступлю, – почему не поступишь? Ты же единственная, кто закончил с отличием», – убеждал ее Алексей. – Я не говорю, что я тупая, но с деньгами у нас действительно не очень. Будем переписываться, когда ты уедешь. Алексей не знал, что отец на выпускном подошел к Лане под предлогом приглашения к танцу и сделал ей внушение. – Деточка, ты же знаешь, что ты не ровня моему сыну. Сделай одолжение. Не встречайся с ним. Тебе все равно ничего не светит. – Почему вы мне это говорите? – насупилась девушка. – Я не бегаю за Лешей. Это он мне проходу не дает. И я не говорила, что у меня есть планы на него. – Это пока нет. Ты пока молодая и не понимаешь. А я уже многое повидал на своем веку. Поэтому скажу тебе прямо. Ты не пара Алексею. Отойди в сторону. Договорились? Лана сухо кивнула и ушла. Она провела остаток выпускного, как обычно, но на следующий вечер отказалась выходить, говоря, что плохо себя чувствует. Это было правдой. Лана от расстройства чувствовала сильнейшую боль, которая буквально разрывала ее голову на части. Никакие таблетки не помогали. И она лежала, вжавшись в кресло, не поднимая головы. Теперь отец Алексей мог быть спокоен. Сына и его несостоявшуюся пассию он предупредил. Он ничуть не сомневался, что Алексей выберет карьеру, а не чувство. Что и произошло. Юноша уехал сразу же, когда получил визу. Его не было почти десять лет. За это время подрос младший сын, который решил пойти учиться на психолога, насмотревшись разных сериалов. Однако учеба сильно отличалась от того, что было в фильмах. Бесконечная зарубежка и работа с конспектами. Постоянные расчеты и колонки цифр. Макс возмущался. Ненавидел математику с детства. И надо же, кто знал, что на чисто гуманитарной специальности все будет забито этой математикой. Тогда переводись, не трать свое время, говорил отец. Но парень только отмахивался. Да ладно, пап, прорвусь как-нибудь. Его слова стали лозунгом всего обучения. Как-нибудь Макс сдавал сессии, не пренебрегая подношениями. На третьем курсе у них стала вести Лана Робертов-Назарецкая, красивая и очень принципиальная, на которую как-нибудь не действовало вообще. Она внимательно выслушивала ахинею, которую нес Максим, задавала еще пару вопросов и отправляла парня готовиться. Для него стало сюрпризом, что молодая преподавательница уже замужняя женщина и мать. У нее было двое детей, которым она иногда звонила с работы, если задерживалась. «Мариша, папа вас покормил? Тебе все понятно по занятиям?» «Хорошо, я сегодня тебе еще раз объясню эту тему». Когда избалованный и вспыльчивый Максим, придя вечером на очередную пересдачу, решил напугать Лану, пригрозив ей расправой, если она не поставит ему зачет. Женщина только усмехнулась. «Вы всерьез думаете, что можете надавить на меня? Не советую распускать перья. Со мной такие штуки не прокатывают». «Ты что, не поняла? Сейчас же ставь! Мне надоело бегать за тобой!» Разъяренный Максим схватил женщину за руку и замахнулся. Но в ту же секунду он словно провалился куда-то. Лана нырнула ему под руку, одновременно ударив его в подбородок и вывернув ему руку так, что парень ткнулся носом в парту, за которой она только что сидела. Максим почувствовал сильную боль в правом плече. «Если я надавлю чуть сильнее, перелом обеспечен», – послышался голос Ланы Робертовны. «Еще раз посмейте говорить со мной таким тоном, тем более размахивать руками. Очень сильно пожалеете, сосунок. Я понятно выразилась?» «Да», – выдавил из себя Максим. «Извините, я больше так не буду. Отпустите, мне очень больно». «Пусть это останется между нами», – миру любиво предложила женщина, продолжая удерживать руку студента. «Но с этого дня забудьте о своих намерениях заставить меня поставить вам зачет или экзамен. Если придете без должной подготовки. Я дорожу своим именем и не буду ставить подпись под очередным мусорным шедевром из интернета. Мы поняли друг друга?» «Да», – прохрепел Максим, почти теряя сознание от боли. Женщина выпустила его и показала на дверь. «Вам лучше еще раз подготовиться. До свидания». Юноша ушел чуть не плача от боли и унижения. Однако урок он усвоил и теперь старался не подходить к Лане Робертовне, не подготовившись. Так что большинство предметов, по которым у него были хвосты, он сдал, оставались еще два. И курсовая, с которой он никак не мог справиться. Однако Макс не учел, что за ним шел другой сокурсник, который хотел подписать допуск на сессию. Он уже сдал свои долги. Увидев, как Лана припечатала Максима лицом вниз к парте, парнишка испуганно отскочил, и этого он никак не ожидал увидеть. Хрупкая, почти на две головы ниже Максима, преподавательница умело расправилась с хамом на словах и на деле. С тех пор он не удивлялся, когда видел, как Макс, обычно высокомерный и задиристый, вел себя на парах за Рецкой, тише воды, ниже травы. Тайна Макса перестала быть его тайной, когда весь курс узнал о боевых навыках преподавательницы. – Блин, а я всегда думал, откуда у нее такая осанка и походка? На нее смотришь и видишь, что эта тетка никого не боится! – говорил Миша Лукин, делая круглые глаза. – Интересно, а декана она тоже так? Почему он по стойке смирно стоит, когда она появляется? – хихикали девушки. Макс сделал вид, что его эти разговоры не касаются. Но ему было всякий раз неприятно вспоминать, как Лана чуть не сломала ему руку и отчитала его, как первоклассника. – Ничего, пусть Леша с ней разберется! – и Макс ждал хороших новостей от брата. Алексей смотрел на Лану в полном замешательстве. Она и в школе была симпатичной, но с возрастом просто расцвела. Серые глаза и длинные стрельчатые ресницы были точно такими, какими он их помнил все эти годы. Но взгляд стал совершенно другим, от Ланы веяло абсолютной уверенностью в себе, и это действовало на окружающих не хуже гипноза. Поэтому даже склочная завкафедра предпочитала не цепляться к ней, хотя Лана и не давала для этого повода, выполняя свою работу как положено. – Да, я Зарецкая, с кем имею дело? – спросила женщина, продолжая писать в журнале. – Лана, это я. Алексей не узнавал собственный голос, но это его не волновало. – Кто? – Лана подняла голову и замерла от удивления. – Смирнов, Леша, откуда ты здесь взялся? – Обалдеть, как ты изменилась. Я имею в виду в лучшую сторону. Мужчина с восхищением смотрел на бывшую одноклассницу. Она улыбнулась. – Все мы меняемся. И ты отлично выглядишь. – Так вот, кто меня искал. – Зачем? – Макс, – лаконично ответил Алексей. И Лана нахмурилась. – Это твой брат? Я даже и не думала. У него неплохая голова, но пользоваться он ею почему-то не желает, хочет на всем готовеньком выползти. Ты бы поговорил с ним. Меня скоро трясти начнет при виде его самодовольной физиономии. – Да ну! – Алексей почувствовал себя оскорбленным. – Чем тебе не угодила его физиономия? – Заметь, до сегодняшнего дня я понятия не имела, что он твой брат. Но даже если это и так, это сути дела не меняет. Или он выполняет мои требования и делает все, как положено, или пусть катится к черту. Мне надоело из-за него назначать дежурство. Он единственный, кто тянет со сдачей. – Ладно, пусть готовится. – Алексей понял, что перегнул палку. В глазах Ланы он разглядел нешуточный гнев, когда она поняла, зачем он пришел. – Может, посидишь со мной пару минут? Расскажешь, как живешь? Почему ты Зарецкая? – Потому что поменяла фамилию после замужества, – спокойно ответила Лана. – Я думал, ты меня будешь ждать, – разочарованно протянул Алексей. – Гляжу на тебя и поражаюсь. Это у вас семейная, да? Макс пришел меня запугивать, даже ударить меня пытался. – Твой папаша на выпускном требовал, чтобы я отстала от тебя, потому что я тебе не пара. Теперь ты заявляешься спустя десять лет и говоришь, что я должна была тебя ждать? С какого перепугу? У Алексея голова пошла кругом после ее слов. – Тебя Макс пытался ударить? И отец сказал, чтобы… – Только не делай вид, что ты ничего не знаешь. Хотя чему я удивляюсь? Ты же всегда был в танке. Ничего не вижу, ничего не слышу. – Леша, я в курсе, почему ты укатил и за все годы не написал мне ни строчки. Твой всемогущий папочка заставил тебя выбирать между мной и твоей будущей карьерой. Ты выбрал. И чего ты хочешь теперь от меня? В голосе Ланы было столько холода, что Алексей слегка поежился. – Давай так. Я к Максиму отношусь неплохо, но я не буду ничего ставить до тех пор, пока он нормально не подготовится. Если он не собирается выполнять мои условия, можете идти через мою голову, для него это привычное. Обратитесь к завкафедрой, она имеет право подписывать бегунки. Как вы с ней будете договариваться, это не мое дело. Я не буду позориться, ставя свою подпись в зачетке, у такого откровенного раздолбая. Это мое последнее слово. А теперь мне пора уходить, меня семья ждет. Лана подошла к вешалке, накинула на себя короткий кожаный плащ и вышла, повесив на плечо небольшую сумку. Алексей нерешительно пошел за ней и увидел, что Лана садится в припаркованную возле университета небольшую зеленую машину, внешне ничем не примечательную. Женщина завела мотор и аккуратно выехала, не глядя на Алексея. Смирнов-старший с удивлением увидел, как в гостиной появляется Алексей. Он слегка пошатывался, и в воздухе сразу запахло алкоголем. – Ты посмел прийти домой в таком виде? – в голосе отца был еле скрываемый гнев. – Леша, ты должен был решить вопрос с этой Фифой. Ты это сделал или мне самому туда идти? – Я уже договорился, – пьяно ответил сын, пытаясь достать сигарету из пачки. – Можно сразу пойти к завкафедре, и она все подпишет. – Блин, почему земля такая круглая? На ней же невозможно удержаться. Продолжая пошатываться и нести околесицу, Алексей вышел и направился в свою комнату. Сдвинув брови, отец посмотрел ему вслед, но оставался на месте. Выяснять отношения с пьяным – не дело, особенно с собственным сыном. – Пусть проспится, утром поговорим, – подумал мужчина. Когда он вошел в комнату Алексея, тот уже встал и усиленно разминался с гантелями в руках. Отец с одобрением отметил его развитую мускулатуру. – Это хорошо, что ты не забыл, как гантели держать. – Я думал, что на этой базе из вас балерин сделают. – Это еще почему? Солдаты они, конечно, никакие, но балеринами их не назовешь, – усмехнулся Алексей. – Рассказывай, с чего это ты вдруг решил нализаться и приперся домой в таком виде, – потребовал отец. Лицо Алексея сразу помрачнело. – Ты помнишь мою одноклассницу Лану Соколову? Она мне нравилась в школе. – Помню, – кивнул отец. – Дочь жалкой нищебродки. – И что с ней? – Это она та самая зарецкая, которая не ставила Максу зачеты. Просто она замуж вышла и сменила фамилию. – Да ну, – удивился отец. – Значит, она получила высшее образование и преподает в престижном вузе? Наверное, замуж удачно вышла, нашла себе другого простачка. – Ловкая девица, хорошо устроилась. – Не говори так, ладно? – попросил его Алексей. – Я вчера там столько времени слонялся, пока ждал ее. Она в школе лучше всех училась и вуз закончила с красным дипломом. Ей сразу предложили пойти в аспирантуру. Год назад она защитила кандидатскую. Теперь она доцент кафедры. Я слышал, что она пишет докторскую. Хочет профессора получить, когда придет время. Усевшись на пол, мужчина продолжал. – Знаешь, я ее не сразу узнал. И она меня тоже. Я просто офигел, когда ее увидел. Она такая красивая и уверенная в себе. А ты в курсе, что Макс пытался ее ударить? Как ты думаешь, что должна после этого сделать женщина-препод? Но не похоже, чтобы она гнобила его из-за этого. Она сказала, что Макс раздолбай, который ничего не хочет делать, хотя у него голова работает. Услышав такие слова про своего любимца, Смирнов-старший закричал во всю мощь своих легких. – Макс! Паршивец, иди сюда! Когда заспанный парень появился на пороге, отец набросился на него. – Это так ты защищаешь наше доброе имя? Что за разговоры о том, что ты поднял руку на преподавателя, да еще и на женщину? Совсем спятил? Кому еще об этом известно? Макс понял, что и отец все знает. Значит, придется сознаваться. И он признался, что не сдержался и хотел ударить Лану. Но у него ничего не вышло. – Кто-то пришел и спас ее от тебя? – саркастически осведомился Смирнов-старший. – Нет! – из-под лобья посмотрел на обоих Максим. – Она мне чуть руку не сломала. Я сам не понял, как оказался мордой на парте. А она держала мою руку. У меня после этого плечо неделю болело. Пришлось тренировки по плаванию пропустить. – Тебя уложила мордой вниз какая-то мелкая пигалица? – не поверил ему отец. – Надо же, она полна сюрпризов! – Алексей усмехнулся. – Значит, она свой разряд по самбо не просто так получила. – Она самбистка? – Максим выглядел совершенно потерянным. – Она еще в пятом классе начала тренироваться. Когда заканчивала школу, стала чемпионкой области. – ответил брат и насмешливо посмотрел на Макса. – В тебе почти два метра росту, а мозгов у тебя явно не хватает. В этом Ланка была права. – Почему ты называешь ее Ланкой? Откуда ты ее знаешь? Макс был совершенно сбит с толку. – Видишь ли, это одноклассница твоего брата. – Он ее очень хорошо знает, настолько хорошо, что даже жениться на ней хотел, – зло ответил отец. Когда Макса проинструктировали, что и как ему делать, Алексей повернулся к отцу. – Зачем ты сказал Лане, чтобы она не подходила ко мне? – Так надо было. Ты думаешь, она тебе ровня? – Да, девчонка умная, ничего не скажу. Но ты и она, вы совершенно не подходите друг другу. – Ты не дал мне решить этот вопрос, папа, ты все решил за нас обоих, и за это я не могу сказать тебе спасибо. – Теперь ты собираешься устраивать бунт? – насмешливо спросил отец. – Поздравляю, надо уметь выжидать десять лет. – Мне от тебя ничего не нужно. Записывай Макса своим единственным наследником, а про меня забудь. Я возвращаюсь на базу, не хочу больше здесь оставаться. Алексей пока говорил, спешно собирал свои вещи. Я хочу попросить прощения у Ланы за то, что оказался таким малодушным слабаком, и за то, что натворил Макс, и за твои слова. Я не питаю иллюзий, что она в восторге от меня, но так мне будет спокойнее. По крайней мере уеду с чистой совестью. Отец молча с каменным лицом смотрел, как его сын, забросив на плечо большую сумку, выбегает на дорогу, чтобы поймать такси. Вскоре он уехал, и мужчина без сил опустился на кровать, на которой Алексей провел пару ночей со дня своего приезда. Смирнов-старший уже понял, что его отпрыск сделает то, что обещал. Он действительно больше не вернется назад. А будет ли от Максима толк, мужчина сомневался. Он был слишком избалованным и легкомысленным. Мог натворить и делать вид, что не имеет к этому отношения. Да уж, теперь и ему, отцу, не оставили выбора. «Идиот», – проговорил Смирнов-старший, обращаясь к самому себе. «Только кто знал, что девчонка окажется с характером?» «Открыльт» 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 Продолжение следует...